Дело в том, что мы видим войну на истощение на данный момент. Мы видим две армии, которые сравнимы друг с другом. Подавляющего преимущества нет ни у Украины, ни у России. И война может быть закончена, вот именно закончена, не сведена к какому-то временной передычке, а потом, значит, вновь в большем объеме и масштабе, а именно закончена с гарантией безопасности для Украины и для всего мира только в случае военного поражения России. Для того, чтобы этого поражения достичь, необходимо, чтобы было много ресурсов у Украины и мало ресурсов у России. И в этих условиях международная позиция основных крупных и некрупных игроков является тем необходимым условием, которые могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Причем по-разному. Ну, то есть, например, Китай может напрямую влиять на Россию и склонять ее к тому, чтобы она отказалась от своих притязаний и вывела войска с территории Украины. Другие же страны могут не поддерживать там параллельный импорт или там еще что-нибудь. И в этом контексте очень важен процесс консолидации стран и переговоров с ними. Это понимают на Западе, и поэтому они это проводят. Чего же понимают в России? В России не пытаются проводить процесс консолидации со своими типа союзниками. Ну, с партнерской для них Турцией, с партнерской Индией, с партнерским Китаем. То есть, будет, конечно, саммит БРИКС в ближайшее время, где Владимир Путин хотел участвовать лично. Но ЮАР, где будет проходить этот саммит, сказали, что если Путин прилетит туда, то они его арестуют, потому что есть ордер Международного уголовного суда. То есть, вот этот вот саммит БРИКС, он начал разваливаться еще до того, как произошел. Ну, посмотрим. Живем, опять же, увидим. Это довольно важная история, но множество участников БРИКС, саммита БРИКС, поучаствовали в нынешней конференции и, скорее всего, продолжат участвовать в этих консультациях. Так вот, Кремль не пытается консолидировать своих союзников. Кремль пытается подкупить, разделить и властвовать. То есть, Кремль действует методами пропаганды, запугиваний и подкупа. И в этом контексте у Кремля получается все хуже, потому что все эти страны, на которые он рассчитывает, постоянно бьют его в спину. Будь то Турция, будь то Китай, удар за ударом, нож за ножом поступает в спину Владимира Путина. Почему? И вот тут пора сказать, что такое международная политика. Международная политика, по крайней мере, по Канту, это война всех против всех. Не физическая война. А это лишь означает, что каждый актор, каждая страна действует в своих интересах. И только в своих. Свои интересы на первом месте. Все остальное потом. Мораль, справедливость и прочее. Это все 5-е, 10-е, 15-е. Неважно. И в этом контексте, чем дольше идет война, тем больше страны будут консолидироваться с антипутинской коалицией. Почему? Потому что затягивая эту войну, Владимир Путин создает увеличение количества рисков, как для ее эскалации, так и создает ухудшение для мировой экономики в целом. Так как она очень вся связана. Ну, например, Россия вышла из зерновой сделки, повысились цены на зерно. Это увеличило проблемы на африканском континенте. Потому что выросшие цены на зерно не позволяют африканским странам обеспечивать свое население продовольством. В итоге в части африканских стран могут вспыхнуть бунты и восстания. Хотя там уже вот есть, например, могут вспыхнуть бунты и восстания. А из-за того, что Африка экспортирует какое-то количество необходимых ресурсов, в том числе для Запада, для Китая и для других стран, это приведет к ухудшению, собственно, товара оборота и, как следствие, к экономическим проблемам других стран. Очень все связано. Война очень сильно мешает всем игрокам. И в случае, если война будет затягиваться и дальше затягиваться силами России, то вот это понимание, что поражение России это единственный способ закончить войну и закончить так, чтобы не было создано новых угроз и для международной экономики, и для международной безопасности, это понимание будет увеличиваться. Задача Запада донести до других стран то, что сам Запад понял в прошлом году, когда вот раскалывался, да, они поняли, что это единственный возможный сценарий для того, чтобы закончить войну. И чем раньше это будет доходить до других стран, тем шире будет коалиция, тем меньше будет ресурсов у России и тем больше у Украины. На мой взгляд, это мое мнение, я считаю, что этот процесс неизбежен, потому что действия Владимира Путина бьют по всем, включая его союзников. Бьют в том числе и по Китаю, бьют в том числе и по Турции, бьют в том числе и по Индии. То есть его действия были непредсказуемыми для его партнеров. А это худшее, что может быть в международной политике, когда твой партнер непредсказуем. Потому что если он непредсказуем, то это значит, ты не можешь купировать негативные эффекты от его действий. Это значит, что ты оказываешься в ситуации, в которой ты не готов был быть. И именно поэтому, я думаю, что Владимир Путин будет представляться все большей и большей угрозой для абсолютно всех стран. Для Армении, для Казахстана, для Турции, для Индии, для Китая. Для кого-то физической угрозой, для кого-то экономической угрозой. И поэтому поддержка Украины будет лишь расти, а поддержка России продолжит падать. И та история с зерновой сделкой, которая была, это еще один яркий пример непредсказуемости Путина для международной политики. То есть для нас-то с вами его поведение не то, чтобы непредсказуемо, а то есть оно вот такое, как мы привыкли. Он ведет себя непродуманно, он ведет себя хаотично, у него нет плана Б никогда, он очень импульсивен в определенных вещах. В общем, неважно. Значит, такое у него психопатическое расстройство. Я, конечно, не врач, но у меня есть большая уверенность именно в примерно похожем диагнозе. Но суть в том, что вот каждое его такое действие, которое внезапно, и которое нарушает интересы тех партнеров, на которые он рассчитывает, имеет влияние на этих партнеров и уменьшает их желание взаимодействовать с Владимиром Путиным, увеличивая желание поддерживать Украину, потому что победа Украины решит эту проблему раз и навсегда. А сама встреча в Джиде, ну, это тайны за семью печатями, однако можно лишь констатировать, что процесс по вовлечению других стран в консолидацию против Владимира Путина успешен. По крайней мере, он успешнее, если посмотреть на динамику. Помните, я вам говорил про динамику? Саммит России и Африки 2019 до 2023 года просел практически в два раза. Саммит, который был в Копенгагене, превратился в саммит Джиде, где количество участников удвоилось, и где появились ключевые участники. Вот она вам и динамика. Это и есть динамика взаимоотношений России со своими партнерами и Запада со своими партнерами. И самое важное в войне, это как раз динамика. Причем динамика всего. Помните, в первый или второй месяц войны я говорил, что, на мой взгляд, ресурсов у России сейчас сильно больше, чем у Украины. Но у Украины будет восходящая динамика, а у России нисходящая, потому что у нее меньше источников ресурсов, на которые она может положиться. И ровно это и происходит. Мы буквально это наблюдаем. К сожалению, это медленно. И, к сожалению, вот когда мы говорим о международной политике, почему я не люблю этого делать, вот эти все истории про то, что умирают люди каждый день. О том, что каждый день этой войны это гибель жителей Украины, по которым Россия стреляет ракетами, по жилым домам. Это гибель солдат Украины, которые не хотели воевать, но которые были вынуждены это сделать, чтобы защитить родину, родных и близких. От варваров, которые пришли их убивать. И вот это вот все в международной политике, к сожалению, не учитывается. Международной политике пофигу на количество погибших людей. Это ее страшная реальная сторона. Однако, плюс международной политики заключается в том, что эти движения, они неумолимы. Тенденции сложно перебить. Должно произойти что-то такое, что вообще абсолютно, я не знаю, перевернет шахматную доску и все фигуры упадут, для того, чтобы тенденции пошли в другую сторону. И это один из плюсов международной политики, что она, как правило, сохраняет свое движение. И вот движение, которое мы видим сейчас, это изоляция России и консолидация вокруг Украины. Я надеюсь, что оно будет происходить быстрее. Я надеюсь, что страны, типа нейтральные, или которые там под ковром помогают России, поймут как можно скорее, что это лишь способ пролонгирования военного конфликта и увеличения количества угроз. Но мы видим, что это понимают и на Западе, и поэтому ведут активную деятельность. И чтобы вы понимали, что часть людей, даже в пророссийской среде, это понимает, вот вам пост политолога, пророссийского политолога, по крайней мере, себя так он называет, Маркова, Сергея Маркова, который дает свой анализ под жизнь. Джида. Ни о каком провале переговоров и речи идти не может. Американцы готовят широкую коалицию, с помощью которой хотят остановить возможное наступление армии России. И хотят навязать России невыгодные условия мира, якобы от широкой коалиции. Это работа ни одной встречи. Американцам удалось включить многие страны глобального юга в работу. Это их успех. В центр обсуждения американцам удалось поставить мирный план Зеленского, который на самом деле американский план полукапитуляции России. Это их успех. Даже теперь по пунктам плана Зеленского будут созданы какие-то рабочие группы. Это институционализация американцами ведущей роли плана Зеленского для будущего широкого плана от коалиции, который американцы этой осенью хотят предъявить России как ультиматум. Это их успех. Россия правильно бы в этих условиях и свой какой-то план выдвинуть, и более жестко сформулировать полное отрицание плана Зеленского. Не вдаваясь в подробности его анализа, потому что там я не совсем согласен, но вы видите основную тональность, что примерно многие понимают, что происходит. Зачем нужна эта встреча в Джиде, что именно делает Запад и какие есть тенденции. То есть это понимание существует и на той, и на другой стороне. Другой вопрос, как ответит Россия, но проблема России здесь, что у нее нет инструментария. Об этом я тоже много раз рассказывал. России нечего предложить странам. Ну, нечего. Россия ничего не может предложить Китаю, Россия ничего не может предложить Африке. Ну, то есть Китаю она предлагает, и Китай, и Индия дешевую нефть. Это ни к чему Китай Индию не обязывает. И они просто покупают нефть по бросовым ценам, заполняя свои хранилища. У России нет рычага давления. Нет чего-то такого, что могло бы перевесить риски, которые могли бы взять на себя страны, для того, чтобы ее поддержать. Ну, то есть риски санкций, риски вторичных санкций и многое другое. России просто нечем противопоставить. Она пытается задабривать, но масштаб проблем, которые создает Владимир Путин для той же Африки. Несравним с теми подачками, которые ему предлагают. Вот что примерно я могу рассказать вам о встрече в жизни. Извините, что получилось длинно. Просто в этом проблема с международкой, что международку для того, чтобы хоть что-то по ней сказать, нужно дать очень много контекста. И это, заметьте, мы с вами не пускались в подробное обсуждение Саудовской Аравии, Китая и многих других стран, которые участвовали. А там у каждой свой мотив. Там у каждой своя ситуация на земле. Там у каждой свои желания, и свои представления о том, как все должно быть. Поэтому главное, что мне хочется отметить, и для чего я вообще делаю этот ролик, это показать, что без международной консолидации победа будет очень нескоро. Поэтому, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни обитали, вот если вы уехали, например, из России или из Украины, то нужно продолжать общественное давление на местные институты, для того, чтобы они видели запрос от общества на поддержку Украины и на антагонизм с Россией. Все влияет. Письмо своему конгрессмену, если вы в Соединенных Штатах, там письмо в Думу, если вы где-нибудь еще там за пределами территории России, это все влияет, это все надо делать, и нельзя недооценивать международную политику, потому что именно она будет являться залогом победы Украины в этой войне. Благо, это прекрасно понимает Владимир Зеленский и очень достойно и правильно общается с западными странами, не лебезя перед ними, но и не позволяя себе в том числе быть неблагодарным. Ну а с вами был Майкл Наки, я вам благодарен за лайки, комментарии, подписки, ведь они помогают продвигать видео. Увидимся уже завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok